Книга «Открытым оком», тема молитвы, вопрос 51, том 1. Во время чтения псалмов мы должны молиться, соединять свои мысли с прочитанным. Но тогда приходится лгать. Например, Псалом 17, 44. «Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главой иноплеменников. Народ, которого я не знал, служит мне. Но ведь это для меня, это меня лично не касается, или я должна просто пробупнить это? Какая я глава?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Действительно, трудно войти в образ воинственного Давида. Считается, что Иоанн Затауст был самый плодовитый и красноречивый из всех святых отцов, но у него вершина ораторского искусства. Было толкование в Салфире, пятый том. Он все, касающееся врагов, истолковывает по отношению к темной силе, бесам. В этом случае мятеж народа – это действие искушения против нас демонических сил, и мы их должны побеждать, быть во главе, а не в хвосте. Второзаконие 28.13 «Сделает тебя Господь Бог твой главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, и не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня хранить и исполнять». Салон 17.43 «Я рассеиваю их, как прах, пред лицом ветра, как уличную грязь попираю их». Мятеж означает смятение, восстание, революция. Весовская сила непрерывно воюет против нас, но мы должны побеждать ее и одерживать победу. Лука 10.19 Все даю вам власть наступать на змеи-скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам.